Здравствуйте! На этом занятии я хочу немного по-другому упростить выражение 3 корня квадратных из 500 х в кубе. То же самое выражение, но я внесу некоторые поправки в решение. Итак, 3 корня квадратных из 500 х в кубе. Это то же самое, что и 3 умножить на корень из 500 умножить на корень из х в кубе. 500 – это неполный квадрат, поэтому давайте разложим это число на множители. 500 – это 100 умножить на 5. Лучше запишем это как 10 в квадрате умножить на 5. 10 в квадрате – это то же самое, что и 100. Значит, вот эту первую часть мы можем записать как 3 умножить на корень из 10 в квадрате умножить на 5 и умножить на корень из х в квадрате умножить на х. А это равнозначно х в кубе. Пока мы все делали точно так же, как и на прошлом уроке. Давайте первую часть выражения запишем немного по-другому. 3 умножить на корень из 10 в квадрате умножить на корень из 5. Возвести в степень произведения – это то же самое, что и возвести в степень каждый множитель, а потом их перемножить. И здесь мы также разбиваем произведения на множители. Умножить на корень из х в квадрат и умножить на корень из х. Корень из 10 в квадрате – это 10. И в прошлый раз я говорила, что корень квадратный из х в квадрате равен модулю х, поскольку х может быть отрицательным. Упростим наше выражение. 3 умножить на 10 – это 30, умножить на модуль х, умножить на корень из 5 и умножить на корень из х. Или же вот эту часть мы можем записать как корень из 5х. Перемножить множители, каждый из которых возводится в одну и ту же степень, это то же самое, что и возвести в эту степень произведение этих множителей. Таким образом, первоначальное выражение мы упростили до вида. 30 умножить на модуль х умножить на корень из 5х. Именно такой ответ у нас получился в прошлый раз. Но что здесь самое интересное? Давайте обратим внимание на область допустимых значений первоначального выражения. Мы знаем, что подкоренное выражение должно быть больше или равно 0. Здесь у нас х в кубе. Соответственно, х должен быть больше или равен 0. Итак, область определения нашего х – это все действительные числа, которые больше или равны 0. Зачем я все это говорю? Затем, что если мы подставим сюда вместо х какое-то отрицательное число и возведем в куб, то мы получим тоже отрицательное число. А сами понимаете, извлечь корень квадратный из отрицательного числа у вас никак не получится, если, конечно, мы рассматриваем действительные, а не комплексные числа. Таким образом, если мы имеем дело только с действительными числами, то х может принимать только положительное значение и 0. Следовательно, вот здесь модуль х мы можем и не писать, так как х не может быть отрицательным. Мы только что сказали, что область определения х – это все действительные числа, которые больше или равны 0. Значит, ответ мы можем записать следующим образом. 30х умножить на корень из 5х. Если бы мы рассматривали подобный случай с комплексными числами, то мы все-таки должны были бы поставить знак модулям, так как тогда х мог бы принимать любое значение, и мы могли бы извлечь корень квадратный из отрицательного числа. Но поскольку мы рассматриваем действительные числа, а не комплексные, то модуль в ответе не нужен. На этом все. До скорых встреч!